Здравствуйте. Тема моего выступления – это значение реквизита добросовестности при приобретательной давности. Почему так? Потому что в знаковом деле Волкова позапрошлого года Конституционный суд высказался о допустимости разных трактовок критерия добросовестности по приобретательной давности. Кстати, 234 статья ГК упоминает добросовестность среди условий приобретения по давности и не раскрывает его значение. Значение раскрыто в статье 302, которая говорит о добросовестном приобретении без всякой давности от неуправомоченного отчуждателя. И добросовестность там – это извинительное незнание о том, что вещь получена от лица, которое не имело права его отчуждать. Статья прямо так и звучит. От лица, которое не имело права его отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать, иметь в виду, конечно же, не должен был знать, что все суды правильно читают уже с блаженной памяти постановление номер 8 1998 года. Это, конечно же, не должен был знать, это нормативное незнание. И вот такое лицо, если речь идет о вещах, которые выбыли из владения собственника по его воле, становится собственником сразу. Как только получат владение по передаче, а передача эта выполнена не просто так, а на основании договора о возмездном приобретении, то есть купле-продаже. Покупатель, которого кодекс 302 именует добросовестным приобретателем, действительно становится приобретателем, то есть получает право собственности с момента получения вещи. Но при этом он должен быть добросовестным. А возмездные основания должны действительно существовать. Эти критерии были дополнены в постановлении двух верховных судов 10-го года, 10-22, всем вам известное, где было сказано больше. Возмездность означает, что оплата действительно произведена, добросовестность означает нормативное неведение, там, скажем, несомненно, очущается влияние немецкого подхода, где требуется надлежащая осмотрительность, то есть без небрежности этого незнания сформировалось на стороне приобретателя. Немцы, кстати, не требуют возмездности, например, да, но вот мы требуем, да еще вот в таком вот усиленном варианте, что, конечно, сужает круг добросовестных приобретателей. Не всякий покупатель, получающий владение от продавца, будет считаться добросовестным приобретателем. Но тут можно усилить позицию, судам помочь, сказать, что и вступление во владение должно быть особым, квалифицированным, а именно владение должно быть получено именно от продавца, а не от кого-то еще и так далее. Можно тут еще сузить этот круг добросовестных приобретателей, но что мы точно знаем, это что там давность не требуется, и с некоторых пор, а именно вот как раз с этого 10-го года, с постановления 10-22, мы еще к тому же знаем, что наш добросовестный приобретатель – это собственник. Кажется, что мы это узнали раньше, а именно 31 декабря, ну там 30 декабря, да, под Новый год 2005 года. В 2004 году 30 декабря вступил в силу абзац 2 пункта 2 статьи 223, который говорит, что недвижимость, полученная от неуправомоченного отчуждателя, становится собственностью добросовестного приобретателя, если он удовлетворяет реквизитом статьи 302 с момента регистрации, с момента государственной регистрации. Вот о чем здесь речь? Если здесь речь о том, что для недвижимости требуется государственная регистрация, то в общем не говорится ничего нового. А если здесь речь о том, что наш добросовестный приобретатель – собственник, чему мы вообще-то не должны были знать раньше, то вот это и есть революция большая. Постановление 10.22, да, соответственно, 5 лет спустя, может сослаться на этот второй абзац 2 пункта 223 и сказать, что по аналогии и движимые вещи должны считаться собственностью добросовестного приобретателя с момента получения владения. Тем самым снимается очень серьезный вопрос о том, каково правовое положение добросовестного приобретателя. И значение 302 статьи – это возражение на виндикацию или это материально-правовая норма. Разница в следующем. Если это возражение на виндикацию, то собственник собственником остается, несмотря на то, что кто-то распорядился его вещью, и несмотря на то, не имея на это оснований, и несмотря на то, что вещь выбыла из владения собственника по его воле, что это такое мы вообще знать не можем, но можем догадываться. То есть знать могу я, как историк права, а вы знать этого ничего не можете, потому что кодекс – это не исторический документ, а действующая норма, да, и этот текст толкуют, исходя из немножко других принципов, не из принципов получения юридического знания, а немножко по-другому. Так вот, что там имеется в виду? Имеется в виду, что собственник остался собственником, но в виндикации ему откажут, если ответчик укажет на свою добросовестность. Ну, еще раз, да, если он укажет, теперь мы знаем об этом, нас суды научили, если он к тому же оплатил полностью, страна банкротства у нас, соответственно, не можем рисковать, допускать разрыв между переходом права собственности и оплатой. Так что деньги вперед, деньги вперед уже оплачено, и поэтому есть основания признать владельца собственником. Ну и третье, это экономия, конечно, юридических средств. Строго говоря, надо еще подождать, чтобы он собственником стал. А мы ждать не хотим. Мы хотим, чтобы он был собственником сразу, нам это удобно, и это логично очень по отношению к вещам движим. Это совершенно нелогично по отношению к вещам недвижим. Но давайте так думать. Значит, что касается недвижимых вещей, чтобы быть добросовестным, нужно приобретать от того, кто значится в реестре, и вот тут не знать, что он, тот, кто значит, что в реестре не имеет прав распоряжаться объектом, наш приобретатель не только не может, но и не должен, но и не может. Да, лучше дооборот. Не только не может, но и не должен. А именно, этого знания должно быть достаточно. Когда я вижу лицо в реестре, я больше не должен видеть ничего дополнительно, естественно, что бы там ни говорили наши суды, и даже официальные толкователи этого самого закона, то есть КС, а он говорит, к сожалению, другое. Закон у нас очень ясно написан, тут толковать нечего. Да, это пункт 6 статьи 8.1. Если я вижу тебя в реестре, больше мне ничего знать не нужно. Соответственно, получив от тебя что-то, я становлюсь собственником. Все. Почему? Потому что я еще сам попадаю в реестр. И здесь мы смотрим пункт, абзац 2, пункт 2, 223 статьи, и удивляемся, что видим там ничего нам неизвестного. Вообще там написано то, что мы и так вот уже сейчас проговорили. Мы все знаем. Лицо не управомочено на отчуждение, но об этом неизвестно никому, извините, просто и не может быть известно кому бы то ни было. А известно как раз другое, что он лежит, сидит в реестре, а значит может распоряжаться нормативно, по закону. А значит и распоряжается, и тот, кто полагается, это называется достоверность реестра, публичная достоверность реестра. Это вот оно, пункт 6, статьи 8 прим. Мы получаем собственника с момента внесения. Все. С движимостями. С движимостями не так. С движимостями я вижу владельца, потому что из его рук получаю владение. И существует теория видимости права, которая объясняет, почему я вдруг становлюсь собственником, несмотря на то, что никто не может передать больше, чем имеет. А потому, оказывается, что я доверился видимости права. То есть точно так же, как я доверяюсь нормативно, это не я делаю, а я как участник оборота, как разумный участник оборота, я это делаю, и как тот, кого вообще в оборот впускают, и тот, ради кого все это написано. Соответственно, вот та достоверность публичная, которая в обороте недвижимости связывается с реестром, здесь связывается с владением, но тогда, помилуйте, мы обсуждаем добросовестность, и больше ничего. Значит, любой добросовестный должен становиться собственником. Но это не так. В действительности, принцип, даже не принцип, а скорее учение о видимости права, имеет еще и другой смысл. Вот то, что я сейчас рассказал, когда он, по сути, сводится к добросовестности, к оправданию добросовестности, это его немецкая сторона, это его немецкий извод. И он намного младше учения о видимости права, которое, в общем-то, французского происхождения. Во Франции оборот консенсуальный, мы сегодня об этом услышим, подробнее. и там не только собственность, но и владение переходит в момент достижения соглашения. Если стороны устанавливают между собой обязательства по переносу права собственности, то кредитор мгновенно в момент достижения определенности объекта, представьте себе, что это родовая вещь, тогда ее надо индивидуализировать. Так вот, если вещь индивидуально определена, и сделка не поставлена под отлагательные условия, то в момент достижения вот этой определенности кредитор сразу станет собственником. Кредитор по обязательству дать. Кредитор по обязательству сделать кредитора собственником. Да, там 398-я вполне сюда вот проходит очень хорошо. На нее, кстати, 10-22 любят ссылаться, обсуждая эти вопросы. Вот посмотрите, что мы получаем. Переходит не только собственность, но и владение. Наш покупатель становится, ну, да, понятно, да, я, это может быть кредитор по любому обязательству дать, да, но давайте уж ограничимся покупателем, потому как эта модель. Покупатель становится владельцем и собственником в момент достижения соглашения. Он вещь вообще не видел еще. А вот его во владении этой вещью видеть могут, если его владение физическое, а не номинально юридическое, то тогда оно еще дает видимость права. Еще раз, видимость не у отчуждателя, а у приобретателя. Видимость не как оправдание добросовестности, то есть заблуждение о наличии права на стороне приобретателя, а как заблуждение наличии права у всех третьих наблюдателей, у всех третьих лиц, которые своим отношением и выстраивают абсолютное право приобретателя. Они смотрят на владельца и думают, что он собственник. Вот что вообще источник приобретения от несобственника. Это не воля собственника, это не воля несобственника, у которого такой воли быть не может. Это лицо неуправомоченное распоряжаться. Это приобретение из нормы закона. Это понятно откуда, да? Это из всеобщего убеждения о том, что здесь право есть. Вот что это такое. Так вот всеобщее убеждение о том, что здесь право есть, оно относится к актуальному владельцу, приобретателю, к владению добросовестного приобретателя, и оно-то и конституирует его право собственности. Вообще, честно говоря, на сегодняшний день оправданий, объяснений тому, как это происходит, добросовестное приобретение, не предложено в нашей науке, да? Вообще, ни в какой науке не предложено, надо сказать. Про это есть прекрасная работа Черепахина, да? Работа давняя, ее предлагается читать регулярно, там рассказано, почему это невозможно и почему это не так. Все, да? Откуда это берется, не знает никто, но вот многие так живут, то есть мы так решили жить. потому что возможно и другая интерпретация. Другая интерпретация такая, а он вообще-то собственником и не становится, но мы не даем собственнику индицировать. Откуда такая интерпретация? ее предлагает Скловский Константин Ильич, которого мы сегодня увидим. Предлагает он ее 20 лет назад. И предлагает он ее в связи с тем, что в кодексе 94-го года, вступившего в силу 1 января 95-го года, первой части, появляется приобретательная давность, 234-я статья, а состав 234-й полностью совпадает с составом 302-й. То есть он ее даже немножко шире. То есть можно сказать, да, потому что и безвозмездный приобретатель может оказаться в позиции приобретателя по давности, владельца для давности. в то время как 302-я написана только для возмездных приобретателей. Так получается, что 302-я уже 234-й и уж во всяком случае добросовестный приобретатель по давности это приобретает. То есть состав 234-й вписывается всегда. Если он всегда вписывается в состав 234-й, вопрос, как можно сказать, что он мгновенно стал собственником. Нельзя так сказать. И не надо так говорить, потому что мгновенно он собственником не стал. Виндикация, которая ограничивает 302-я, а посмотрите, где она находится, между 301-й и 303-й, которые обсуждают виндикацию, это нормы о процессуальном праве. 302-я, конечно же, ограничивает виндикацию. Виндикацию предъявляет собственник, который собственником остается. И тем не менее он процесс проигрывает, его притязание, его право стопится не опровергается, не уничтожается, потому что нет такого основания уничтожения права собственности в кодексе, а лишь стопится возражением о добросовестности. А наш ответчик, владелец добросовестный, продолжает себе спокойненько приобретать по давности. Если вещь движимая, через 5 лет он собственником станет, а если вещь недвижимая, то через 15 лет. Ну и ясно, что пункт 4 статьи 234, который говорит, что давность не начинается и не может начаться, а если началась, то прерывается, если ответчик подвержен иску собственника. Эта статья списана из германского гражданского уложения, где она до сих пор существует, мы же от нее избавились в январе 2020 года. И считаем, что это хорошо, потому что все здравомыслящие люди давным-давно выступали за то, чтобы сроки исковой давности совпадали со сроками приобретательной, а не выстраивались таким паровозиком. Сначала ты пропускаешь давность 3 года, которая на самом деле не 3 года, а субъективная, потому как вечный иск может быть подан только когда стал известен ответчик, а ответчик становится известным не всегда, а наша абсолютная давность 10 лет до сих пор не заработала, и вообще введена недавно, так что неизвестно, сколько лет он будет искать, потерпевший от кражи собственник будет искать владельца, а вот только с того момента, как он его найдет 3 года, а вот только после того, как и эти 3 года истекут, начнется настоящая приобретательная давность. Понятно, о чем идет речь? Речь идет о том, что приобретательная давность вообще-то не выполняет ту функцию, которую от нее все ожидают, функцию возвращения в оборот. Наоборот, исковая давность очень даже предстает здесь, очень даже нелогичной, лишенной всякой логики, потому что если речь идет о защите ответчика, которого с течением времени становится все меньше и меньше возможности обосновать свои возражения, и наоборот, которая все больше и больше уважает этого ответчика, который положился на то, что собственник, который не виндицирует свою вещь, наверное, утратил к ней интерес, это другое ходящее обоснование исковой давности по вечным искам. Тогда ясно, что речь не может идти о добросовестном владельце, конечно же, раз он собственники знает, не то, что подозревать может. Теряется всякие тоже обоснования, всякую логику здесь надо забыть, мы живем по каким-то плохим учебникам и пытаемся эти плохие учебники встроить в нашу жизнь, а наши нормы, нашего кодекса действующего подвести под какие-то рубрики искусственно наведенные, и вот, конечно, в этом болоте можно просто утонуть. Ясно, что не должно быть никакой давности по защите абсолютных прав. ведь мы что обсуждаем? Отказать в защите собственнику, который доказал, что он собственник, или нет? Все прекрасно знают, что он собственник. Это суд уже знает, что он собственник. Собственник перед нами, интерес его очевиден. Если он виндицирует, если он дошел до суда, то, конечно, никакого интереса к вещи он не утратил. Ответчик достает из кармана возражение добросовестности. Никакие доказательства он не утратил, никаких трудностей мы отдаем предпочтение вот этому ответчику, а не всем известному и официально установленному вот сейчас судом собственнику. Это вопрос очень серьезный. Почему мы так поступаем? Я вам объяснил, почему. Потому что все население смотрело на владельца добросовестного и считало его собственником и довольно долго. Вот почему. А если быстро, а если недавно? А вот дальше мы будем обсуждать основания для мгновенной давности, для мгновенного приобретения от несобственника, а вовсе не что-то еще. Вот если мы допускаем все-таки, что такие основания есть и что наш приобретатель сразу становится собственником, то для приобретательной давности не остается места. Вопрос, а зачем она тогда вообще нужна? Может мы ее зря туда написали? Мы ее написали туда, потому что мы взрождали право собственности, а право собственности мы прочитали в учебнике по римскому праву, еще имеет вот такие вот прибамбасы, а давайте их тоже у себя воспроизведем. Просто взяли бездумно, скопировали, совершенно не понимая о чем идет речь. А так подкоркой там где-то там на периферии сознания казалось, что речь идет о вещах, которые выбыли из владения собственника помимо его воли, извините, о вещах украденных. Но не для защиты же оборота ворованных вещей создана приобретательной давности зададимся мы вопросом. И ответим, что наверное нет. Тем более, что этот вопрос каждый день задает все суды по всему миру, то есть вы не найдете просто пробела, то есть ежегодно какой-нибудь судья где-нибудь в мире да это доскажет, что давность, конечно же, не для защиты оборота ворованных вещей. И всякий, кто хоть немножко интересовался вопросом, будет просто удивлен, с какой постоянной настойчивостью люди себя убеждают в абсурдности вот этой вот позиции, что приобретательная давность защищает оборот ворованных вещей. Но видимо, потому что это единственное оправдание для приобретательной давности. Если мы с ним боремся, то вообще-то никакого оправдателя до приобретательной давности вообще нету. Просто нету. А его на самом деле нету. Еще раз, мы-то думаем, что это для одаряемых, для тех добросовестных владельцев, которые получили владение от неуправоточного отчуждателя по безвозмездной сделке, на безвозмездном основании. Тогда это не к коммерсантам уж точно. И тогда это вообще непонятно к кому. Но давайте вспомним, что в Германии, например, такой владелец сразу собственником станет. Безвозмездность не помешает ему приобрести право собственности по сделке с неуправомоченным отчуждателем. Место для приобретательной давности остается одно. Это защита оборота ворованных вещей. Почему Гражданский Кодекс занимается оборотом ворованных вещей? Вопрос. Совершенно непонятно, зачем он это делает. Ну, дальше. Дальше есть философские фантазии и какие-то еще широкие социальные экспектации. В основном первобытного характера, в основном варварского совершенно уровня. уровня нецивилизованного. Людям почему-то кажется, что если они будут играть на чужой скрипке, то можно таким образом эту скрипку присвоить. Особенно, если долго на ней поиграть. А кому-то казалось, что если, например, засеять чужое поле и снять в нем урожай, то можно присвоить этот земельный участок. А кому-то кажется, что если и так далее, и так далее, и так далее, но мы-то знаем, что можно, сколько хочешь, жни, хочешь куй, хочешь играй на скрипке, никогда ты собственником не станешь. И это очень вредные и опасные иллюзии. И пора бы об этом в кодексе написать прямо, что последовательное осуществление права собственности не дает никаких прав на вещи, что исполнение обязанностей свойственных собственнику, оплата света, газа и прочих коммунальных, оплата ГСМ и налогов и там чего угодно не дает никаких оснований для приобретения права собственности. Право собственности приобретается только способами указанными, поименованными в гражданском кодексе никак больше. Давайте это все напишем. И давайте это будем преподавать в школе, на первом классе, на втором классе, в третьем классе, не принимать вуз людей, которые думают иначе, изгонять из профессии тех, кто так думает, что можно долговременным, долгосрочным осуществлением прав собственника присваивать чужие вещи. Это уничтожает всю конституционную основу права собственности и гражданского оборота вообще. Ну не может этого быть, не может кодекс говорить про это. Кодекс говорит про что-то еще. И поскольку людей, которые знают про что говорит кодекс, почти на свете уже не осталось, приходится об этом иногда рассказывать. Потому что невозможно читать эту ахинею, которую пишут последние годы наши суды, причем применительно к добросовестности в составе приобретательной давности. Для чего вообще приобретательная давность? Надо сначала это узнать. Давайте узнаем. После этого будем ссылаться на 234-ю статью, на которую надо запретить ссылаться всем, кто не понимает что там написано и о чем она. И наконец уж точно нужно уничтожить, забанить все судебные решения, которые еще и подрывают принцип добросовестности, требования добросовести в составе приобретательной давности. А началось это не так давно. А началось это с того, что мы приняли концепцию по реформе гражданского кодекса. И начиналось это все конечно с вечного права, и воссыны не там, и дай бог, что так было и дальше. Пока это единственная часть, которая своей реформы еще не дождалась. Может быть это и хорошо. Потому что наверное сначала надо изучить, что мы хотим понять, а не говорить, что судебная практика требует. Судебная практика требует, потому что кто-то пустил вообще в хождение вот эту вот идею дикую совершенно о том, что нужно убрать добросовестность из состава приобретательной давности. Ссылаясь неизвестно на что. Я вам сейчас расскажу немножко откуда это все идет. Просто мода якобы такая есть. Нет такой моды. Смею вас уверить, нет такой моды. А вот у французов нету. У французов есть. Просто нету давность называют укороченной. Потому что на самом деле конечно давность бывает только укороченная. И надо понимать словарь этого кодекса Наполеона. Это очень сложная работа. А вот у немцев нету есть. И не просто есть, а есть на это требование на протяжении всего срока давности. И если ты в последний день приобретательной давности узнал, что вещь чужая, ты собственником по давности не станешь. Вот так написан немецкий кодекс. И давайте это покритикуем, а потом займемся реформами. Того, в чем мы, конечно же, лучше всех на свете разобрались. Есть такая штука, как предельная исковая давность. 30 лет. Ее придумали в Древнем Риме. И люди, которые на римское право молятся, а это голландские юристы, которые для нас пример, потому что их кодекс 92-го года был самым совершенным в тот момент, когда мы писали свой. И вот там есть эта предельная исковая давность 30 лет. И создатель этого кодекса Эдуард Мейерс, лейденский профессор, он один его написал, и поэтому кодекс такой хороший, сказал, ну раз собственник больше индицировать не может, то и право он свое потерял, так, кстати, очень многие считают, да, вот в российской традиции это не так, еще в середине 19-го века это не так, мы здесь гораздо цивилизованнее и изощреннее, чем очень многие наши коллеги в Европе, у нас истечение срока исковой давности права материального исца не лишает. Так вот, он решил, что лишает, а во-вторых, он сказал, зачем же тогда мучиться, ведь вещь тогда задавненная, выпадет из оборота, давайте признаем собственником владельца, ответчика, и получим, что срок приобретательной давности равен сроку предельной исковой. и он здесь сильно ошибался. А представьте себе, что вещь попала в последний день 30-летнего срока исковой давности к нашему владельцу ответчику, и он владел всего один день. По логике Мейерса, он должен стать собственником, раз собственник свое право за 30 лет нежелания его защищать утратил. Но тогда у нас вовсе не совпали сроки исковой давности и сроки материальной приобретательной давности. Правда? Срок приобретательной давности один день, а срок исковой 30 лет. И кто бы ни оказался на месте владельца в этот момент, например, вор от приобретателя по давности тоже станет собственником по этой логике. Никаких реквизитов приобретательной давности не надо, кроме утраты собственником права собственности. Вот один реквизит. Вещь ничейная, бесхозяйная. Кто схватил, тот и есть собственник. Это не приобретательная давность, друзья мои. Это захват. Есть такой способ для общедоступных, для присвоения вещей. Поймал рыбку в море. Твоя рыбка. Не в общественном пруду даже. В море именно помать рыбку, и тогда она будет твоя в момент вступления во владение. Это не приобретательная давность, это ерунда какая-то. Логика совпадения сроков должна быть принципиально иной. Нет никакой исковой давности по вендикации, есть, конечно, только приобретательная материальная давность. Когда владелец для давности стал собственником, вот тогда он и отнял у собственника право собственности, а вместе с тем и снял всякие вопросы об исковой давности. Потому что иска у несобственника больше уже нет. У собственника как несобственника. Конечно, нет. Вот и все. Вот как просто. Правда просто. Правда просто. А зачем нам и то, и другое в кодексе? Да еще вот таким паровозиком. А вот теперь вообще непонятно чего написано, когда мы сказали. Давность тогда исковая? А почему для того, чтобы вернуть вещь в оборот, такое благородное дело сделать, надо ждать 15 лет? А раньше я вам говорил сколько ждать? Да, недвижимость очень легко найти. И там ответчик находится на раз. Так что там было конечно всего 3 дня. 3 года исковой давности плюс 15 лет. 18 лет мы ждали возвращения вещь в оборот. Вот дождались уже можно сказать. Уже больше 18 лет назад у нас действует институт приобретательной давности. Ждали, 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 ждали. Уже вся доктрина извелась. И наконец вот оно пришло. С движимыми вещами все намного сложнее. Но мы теперь имеем надежду на абсолютный срок в 10 лет. И тогда за 15 лет мы будем возвращать скрипку в оборот. Очень интересно. Ворованную естественно скрипку, потому что мы с вами узнали, что никаких других оснований для приобретательной давности, еще никакой другой сферы действия для приобретательной давности нет. 15 лет украденная скрипка будет возвращаться в оборот и вернется наверное все-таки в руки тому, не вору самому, а кому-то еще от вора. То есть мы защищаем оборот ворованных вещей, но вот с таким лагом в 15 лет, который вообще неизвестно зачем нужен, потому что уже через 5 лет собственник не может ничего преследовать. или как минимум через 10 лет он не может ничего преследовать. Но вот так. Дальше что? Дальше надо отдать себе отчет в том, что приобретательная давность это всегда приобретение по давности вещей, у которых собственник есть. Всегда. Потому что если собственника у вещи нет, то вещь приобретается другими способами. Они все поименованы в законе. Их много. Это специальная серия статей. И там не нужны такие сумасшедшие сроки. Там все довольно быстро. Ставишь на учет, муниципалитет там что-то хочет, не хочет, или суд ему может, не может, и наконец вот, пожалуйста, вот она вещь. Это совсем нетрудно. Кстати, я думаю, что взятка муниципалитету гораздо ниже стоит, чем стоит 15 лет жизни, ожидания вот этого. И можно всегда добиться того, чтобы наконец да, 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 да. Почему? Нет, если тебе очень хочется именно этот объект, а ты хочешь легально. Вот действует так, хорошее дело. Нет, давайте лучше мы кодекс извратим, давайте мы лучше вот начнем его толковать, как вот Бог на душу положит, а потом вот это получит. Вот, о том, что по приобретательной давности можно приобретать вещи, у которых собственники есть, мы узнали из постановления суда железнодорожного района Симферопольской губернии вынесено в январе 2014 года, да, вот сейчас, это дата у всех сейчас на слуху, нет, в феврале, простите, все равно это, понимаете, это еще февраль 2014 года в Симферополе, железнодорожный, понимаете, район, кто-то там страшно образованный написал эти слова. Само по себе наличие титульного собственника еще не исключает приобретение вещей по давности и не исключает добросовестности владельца для давности. Значит, вот этот титульный собственный здесь показатель не существует в природе, не существует в учебнике, не существует в юридическом языке такого понятия, как титульный собственник. Бывает титульный владелец, титульного собственника не бывает, собственник он уже собственник, и знать какой он там титульный или нетитульный нельзя. Это написал сумасшедший, это написал недоучка, но это повторили в Уральском округе, в северо-кавказском округе, в северо-западном округе, затем Верховный суд это повторил, АКС в деле Волкова, да, 48-п, с одобрением сослался на эту серию суждений о многообразии добросовестности в составе приобретательной давности, о чем я, собственно, сейчас вот и говорю. Оказывается, можно по-разному понимать добросовестность. Вот, она, еще раз говорю, определяется в 32-й статье, но уже следом в 303-й опять упоминается добросовестный владелец и расшифровывается по-другому. Это тот, кто не знал о незаконности своего владения. Что здесь имеется в виду, вообще понять нельзя, потому что строчкой ниже уже речь идет о неправомерности владения, о которой этот недобросовестный, да, добросовестный узнал впоследствии. Незаконность, неправомерность, очевидно, одно и то же для этого законодателя. То есть он эти слова пишет, не вкладывая в них никакого смысла существенного. И тогда это, наверное, не то, что незаконное владение по 301-й, которое там квалифицирует ответчика, надлежащего по виндикации. Константин Ильич Скловский научил всю страну, что незаконное владение для 301-й – это и есть, собственно, юридическое владение. Владение противопоставленное. Владение не по договору, как то мы узнали в постановлении номер 8 1998 года, применительно к такой категории, как владение как своим собственным. Вот это, видимо, оно. Владение как своим собственным – это и есть незаконное владение, которое квалифицирует надлежащего ответчика по виндикации. И вот о незаконности своего владения не знать, незнание о незаконности какового владения никак не может быть определением добросовестности и добросовестного владения. Правда ведь? Никак. Значит, что-то одно говорится в 301-й, что-то другое говорится в 303-й. И что говорится в 303-й? Знать человеку не дано. А в 302-й говорится о незнании, о том, что отчуждатель не имел права отчуждать. Вот такая добросовестность. Теперь, говорят, в 1022 не знал о недействительности договора, направленном на отчуждение, на основании которого происходит приобретение. Можно еще несколько видов формулировок найти. Все они будут от себя тиной, в той или иной мере. Кто-то пытается выразить мысль на языке, о котором не задумывается. Это от себя тина по-русски. О том, что не может обязывать ни к чему ни читателя, ни доктрину. И получается, что определением добросовестности может быть только нормативное определение. То есть то неизбежное, необходимое определение, которое здесь может быть и которое, видимо, каким-то боком должно соотноситься с теорией видимости права. Единственным обоснованием приобретения от несобственника, то есть приобретение первоначального из закона, с помощью которого мы и защищаем оборот, мы защищаем добросовестную, всю сферу добросовестного приобретения. Вот в этой сфере и нужно находить определение добросовестности. Ясно, что это определение будет единое для всех случаев. Точно так же, как един состав 234 и 302. Они ничем не отличаются. Еще раз. Это всегда приобретатель подавности. Почему он здесь подавности не приобретает, большой вопрос. Не знаю почему. Но это абсолютно та же добросовестность. И это всегда добросовестность из сделки. Потому что приобретать подавности вещи, у которых собственника нет, нельзя и не нужно, слава Богу. Для этого есть специальные нормы. Это всегда добросовестность по сделке. Это всегда субъективное представление о правомочии отчуждателя или о юридических последствиях самого акта приобретения. Добросовестный тот, кто уверен, что его притязание на право, на вещь, никому не вредит и не нарушает ничьих прав. Вот кто такой добросовестный. Это всегда одно и то же лицо. Это всегда одно и то же лицо. И, конечно же, это извинительная ошибка. Это извинительное незнание. Ошибка – это незнание. Извиняется оно потому, что нормы, регулирующие оборот, сами по себе заинтересованы в охране этой сферы, в привнесении определенности в эту сферу, а не неопределенности. Когда мы знаем, кто собственник, но собственника вещь отнимаем. Это определенность не повышает, поверьте мне. Собственник в суде доказывает свое право, а мы ему на это говорим, а зачем ты собственник? Ты нам такой не нужен. Ты же утратил, видимо, интерес к своей вещи. Говорим мы, повторяя за конституционным судом теперь уже, официальным толкователем. Вот что мы вообще тут сейчас вытворяем. Вот такая вот история. На этом мы, конечно же, еще поспорим, да? Но здесь можно смело остановиться, рассчитывая на то, что степень достигнутого понимания прояснят последующие вопросы ко мне по тому, что я сказал. Спасибо большое. Дмитрий Вадимович, спасибо вам большое. Я напомню тем коллегам, кто следит за нами в эфире, что у нас есть функционал, позволяющий задать вопросы. Кнопочка чат, соответственно, под трансляцией или над трансляцией. Поэтому не стесняйтесь, мы все это спикерами передадим. У нас есть немножко времени еще для обсуждения той проблематики, о которой говорил Дмитрий Вадимович. Коллеги, может быть, у кого-то из участников есть желание высказаться по этой тематике. Ну, если вопросов нет, то мы, в принципе, можем переходить к следующей теме, потому что я пока не вижу вопросов из нашего чата. Поэтому могу передать слово Михаилу Александровичу Церковнику, и мы можем... Ну, давайте я сейчас обновлю, проверю, но пока... Ну, нет, пока все стесняются, и, может быть, может быть, еще переваривают, так скажем, то, о чем говорил Дмитрий Вадимович. Дмитрий Вадимович, я позволю себе вступить с вами в дискуссию по поводу полезности либо бесполезности приоритетной давности. Ну, а как быть в ситуации, когда есть цепочка сделок после состоявшегося отчуждения не по воле собственника? Ведь там ситуации, помимо кражи, бывают и пограничные, так сказать. То есть они на грани фола находящиеся, когда, например, лицо отчуждало вопреки указаниям собственника, но при этом действовало на основании формальных полномочий и тому подобное. И если после этого состоялась еще цепочка сделок с этим имуществом, ведь его надо как-то возвращать в оборот. В этой-то ситуации как быть? Значит, если бы законодатель был так озабочен возвращением вещи в оборот, то он убрал бы, конечно же, исковую давность для виндикации. Весь вопрос в том, что нам кажется, вообще-то нам кажется, что даже отказ от исковой давности по виндикации оборот защитит недостаточно. А что, да, мы не готовы ждать даже так много лет. Да, 10 лет до нас слишком много. Ну да, помилуйте, а зачем же нам тогда давность? То есть совершенно очевидно, что приобретательная давность не для этого. Она не возвращает вещь в оборот. Если бы мы хотели вернуть вещь в оборот, мы бы вернули ее быстрее. Она просто не про это. Просто не про это. А вот дальше действительно много вопросов. А как быть? Вот вещь выбыла помимо воли. Очень хорошо. Но об этом мы узнаем по виндикации. Значит, это уже состоялось. Перед нами собственник. И какой бы ни была цепочка, мы получаем все хорошо. Вопрос здесь будет один, да. А чем приобретатель добросовестный, да, вот в конце цепочки, хуже, чем приобретатель добросовестный в начале, но если вещь помимо воли не выбывала? Две ситуации сравниваем. Одна. Собственник сдал вещь в прачечную, а потом у добросовестного приобретателя не может ее виндицировать, да, на следующий же день. И мы говорим, это хорошо, нормально, конечно же, добросовестный приобретатель надо защитить. Особенно, если он деньги вперед заплатил. Вот что мы говорим. Почему это хорошо, я не знаю. Почему этот добросовестный приобретатель не мог поинтересоваться, да, в прачечной, да, правильно ли он покупает эти вещи здесь, да, откуда они там взялись, вот что-нибудь такое, да. Он вообще должен проявить какую-то надлежащую осмотрительность, интерес. Я вообще не представляю себе покупателя, который не интересуется, откуда у продавца вещь появилась, да, вопреки Трепицыну. Естественно, все всегда это делают. Нет таких недалеких людей-то. Ну, просто нету. Так вот, все-таки, почему мы его предпочитаем, да, и другая ситуация, вторая ситуация. Вещь выбыла помимо воли, утеряна была собственником, а затем мы видим, да, давайте там цепочку сделок, и вот в конце вдруг добросовестный приобретатель, который собственнику точно проиграет. А он-то чем хуже этого, другого, первого нашего добросовестного приобретателя. Этот добросовестный приобретатель от прачечной выиграл, а добросовестный приобретатель, понимаете, да, от другого добросовестного приобретателя, который сам в свое время приобрел от добросовестного же приобретателя, проиграет. Просто потому, что собственник в свое время эту вещь утерял. В чем разница? Да никакой разницы на самом деле нет. Мы не защищаем добросовестного приобретателя. Мы почему-то иногда забываем о праве собственности. Вот больше ничего. Вот что мы делаем. Логики во всем этом регулировании нет никакой. Она во всех странах разная. Принципы везде разные. Это вообще полный бардак и каша. Мы в принципе не знаем, за что здесь зацепиться. Но почему-то все убеждены, что прекрасно понимают, зачем нужна приобретательная давность. Что она именно нужна для того, чтобы возвращать задавненные вещи в оборот. Потому что вот здесь-то уж точно никак обойти нельзя. Вот вообще что получается. То есть мы уже много лет ждали и поэтому вещь задавнена. А теперь мы подождем еще немножко. Причем это немножко для недвижимости. 15 лет по-моему это катастрофа просто. Это же, не знаю, уже все умрут. Уже страна будет другая. Уже конституцию поменяют. Вы понимаете? Ну 15 лет это немыслимая просто дистанция для 21 века. Все готовы ждать почему-то. Все готовы ждать. Вот все. Собственно вот такой будет ответ. Искать логику там, где ее изначально никакой нету, по-моему бессмысленно. То есть здесь нужно совершенно спокойно взять и нарисовать все заново. Надо спокойно сесть, освободить свою голову от клише, освободить ее от этих несуразностей, которые от того, что их часто повторяют, умнее не становятся. Сесть и нарисовать, что мы на самом деле хотим. Вот. И вперед. Вот если мы хотим бороться с последствиями исковой давности, надо задаться, по-моему, прежде всего вопросом, а может быть она не самая большая. Может быть как раз ей сразу и пожертвовать, тогда станет легче жить. Если вот действительно 30 лет предельную давность мы готовы ввести, ну тогда там надо закрыть глаза на то, что это будет неприобретательная давность дальше работать. Какие-то совершенно другие принципы. Человек, который в конце, первый и последний владелец этой вещи, но в конце последнего дня 30-го года он точно станет собственником. Давайте это признаем. Ну там не будет ни о какой приобретательной давности речи. И давайте вот дальше вот эти вещи все проговорим, это совсем нетрудно. И окажется, что мы вполне готовы найти нормальное решение для тех ситуаций, которые сегодня все уже видят. Практика нас якобы научила этому, ради бога, пусть практика научила. Но это в принципе все прекрасно понимают эти узкие места. Значит была приватизация. У человека за забором 9 объектов, а в описи приватизационной 8. И вот он конечно по давности за 9 объектом ходит. Ну это же наверное можно совершенно по-другому решить. Это не проблема даже. Ах несчастный, у него лишнее затесалось, понимаешь, объект недвижимости. Прям так не повезло ему с приватизацией. Ну давайте уж как-нибудь ему поможем, наверное всем миром скинемся, сообразим как его защищать. Ну не приобретательной же давностью называть это. От того, что оно у него пробыло за забором в течение 15 лет. А он наживался на этом деле, да. При том, что не отчислился собственником, потому что в описи не попало, не платил ни налогов, ничего. Слушайте, это мы ему еще должны, мы ему и должны навстречу идти вот в этой ситуации, да. Жертва приватизации такая, да. Второй вариант, это вот самый распространенный и вопиющий. Это приобретение по давности, да, такая женщина претендовала, да, по давности того, к чему муниципалитет не проявляет интереса. Потому что идет настоящий сквотер, захватчик, и вот мы должны его защищать, потому что муниципалитет еще хуже. Понимаете, да, вот такая вот история. Ну это проблем-то не приобретательной давностью решается, понимаете. То, что у нас муниципалитет не имеет никаких ресурсов защищать мою собственность, вообще-то, да, собственность граждан, это безобразие абсолютное. Вот, и она не решается изъятием добросовестности из реквизитов 234 статьи. Вот, не решается, поверьте мне. Вот, и такие вот вещи там, да. Далевое наследование. Один собственник вообще не появлялся, да. Не хочет он, но в реестр он, да, может даже и попал. А, собственно, он собственник уже и без всякого реестра. А второй собственник, наоборот, остался. Он пользуется всем, потому что по-другому и невозможно, да. У него же доля на все. Соответственно, пользуется он всем, да. И таким образом считает владением своей долей, да. А вот вопрос, завладел ли он тем самым и чужой долей. Вот, если ответчик, противник, со-собственник в реестре, то, естественно, нет. А если он не в реестре, то, естественно, да. И тогда, по прошествии 15 лет, почему-то захочется попасть в реестр целом. И мы не знаем, как с этой проблемой быть, понимаете. Ну, спросите специалиста, он вам, может быть, расскажет, как с этим проблемой быть. Это довольно легко. Когда суд, не зная, что делать, пишет запрос в научное учреждение и спрашивает. Разъясните нам, пожалуйста, что такое владение долей и можно ли приобретать долю подавности, да. А там вам, может быть, специалист разрешит. Зачем самому пытаться все время своим умом доходить до сложных вещей? Спроси специалиста, это так легко. Очень просто. Можно еще здесь немножко порассуждать на эти темы, да. Где и когда, и по какой давности. Вот, но есть исследования. Сейчас вот после, 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 особенно этого громкого дела Паин Грэм, потом Паи против Юкей, которое дошло до ЕСПЧ в седьмом году до большого жюри, до большой палаты, да, Шамбарна там у них. Так вот, после этого люди по всему миру задумались о приобретательной давности. И достаточно много было исследований, в том числе обобщающих, обзорных и специальных исследований. Сейчас эта тема, ну, просто насыщена литературой до предела. До предела. И здесь ключевое наблюдение всех удивит, да, что в основном это пограничные споры. Вы знаете, вот, вот все то, что у нас на слуху и, так сказать, вот в центре внимания, совсем оказывается не про давность. Вот это, это один из мотивов моего выступления сегодняшнего, да. Посмотрите, я говорю, что вот там, где мы привыкли давность видеть, там вообще-то и места совершенно нет. Это институт вообще, честно говоря, отживший. Это я вам как специалист по римскому праву могу сказать. В римском праве она совсем другим занималась. То, чем она сегодня занимается, или мы хотим, чтобы она занималась, это не оправданные ничем ожидания вообще. Не оправданные ничем, еще раз говорю. Просто тем, что мы не хотим думать и не видим, какие другие институты прекрасно с искомой задачей справились бы. Только вы задачу-то поставьте, вы же задачу даже не хотите поставить. Так вот, в норме сегодня, да, ну что такое владение как знак собственности сегодня, в 21 веке? Чем мы вообще владеем в 21 веке? Что у нас здесь, кого можно ввести в заблуждение насчет наличия или отсутствия права? Это же все фантазии какие-то, да? Они интересны там в середине 19 века и все больше в школе, в гимназии, там в аудитории, в университете. Они совершенно не интересны в обороте гражданском. А уж говорить там, понимаете, мы попытаемся регулировать сегодняшние очень сложные, но совершенно другого типа вопросы, да, ссылаясь на вот эту вот схоластику пыдную. Да что же это такое-то? Ну, наверное, есть куда более эффективные способы достижения результатов, которые мы хотим. Надо еще решить, что мы хотим. Вот, мы, может, частной собственности вообще не хотим. Может, вы этого хотите-то на самом деле, если воров все время хотите защищать? Или наоборот, вы хотите, чтобы все пошли тренироваться, будут курсы по воровству специальные, да, тоже очень интересно. Будет специальный факультет у нас, или будет семестр, да, способов отъема имущества у населения и создания фигуры добросовестного приобретателя. Давайте вот такие курсы будем писать. Ну, ведь мы же этим занимаемся уже 25 лет. Давайте, наконец, признаемся себе, мы хотим так, в таком обществе жить хотим. Так мы хотим, да. Ну, так вот, в основном это споры пограничные. Это вот поразительное дело. И здесь давность точно знаю, это худший советчик. И вот здесь у нас на самом деле решение в земельном кодексе есть. Это самое трогательное. И, кстати, да, вот, оказывается, да, вот тут оно есть, это вот та другая давность, да, которая, правда, вот, и тут добросовестность просто объективная, она вмененная такая добросовестность. То есть, ну, действительно, по тому и залез. А если, представляете, там ошибка была на плане. Вот, как правило, это ошибка на плане. То есть, там 100% вообще гвоздями прибитая добросовестность. Человек смотрел в план и спокойно строил свой заборчик по плану. Да еще и с соседом все время об этом разговаривал. Ну, что, считать, что сосед отказался от, да, и что, вот тут именно давность должна, 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 вы представляете, да, то есть здесь на догадливость, так сказать, на наблюдательность задачка, да, если ты 15 лет не видел, что тебе, почему именно 15 хочется спросить. Вот, если мы поймем, что давность для этого, чтобы соседа отжимать заборчиком, да, то тогда, наверное, мы и сроки здесь хорошо продумаем. И вот утрату интереса, ну, наверное, не за 15 лет же мы в этом убеждаемся, может быть, там и полутора лет достаточно, а может быть, я не знаю. Но давайте просто поймем, что мы хотим, что мы называем этим словом. И тогда вот мы это все, все, все как раз и получим, да. Ну, а чтобы не подавить там других выступающих и другие темы, потому что, ну, правда, это не центральная тема вот в этой теме, просто так довелось мне первому сегодня выступать, да. Я вам скажу другое, да, давайте понимать, что давность, да, сегодня, это уж точно не способ защиты оборота и возвращения в оборот задавненных вещей. Вот уж точно, это самый неудобный инструмент для этих целей, да. А в то время как защита оборота, да, и добросовестность вообще в обороте, да, это гораздо более широкая тема. И здесь будет очень интересно услышать других докладчиков, и я надеюсь, что то, о чем они будут говорить, будет на самом деле в фокусе сегодняшней повестки. Спасибо. Дмитрий Владимирович, еще один вопрос, если позволите. Для меня эта тема довольно близкая, я в свое время курсовую работу и диплом в институте писал по добросовестному приобретателю. Ну, а на ваш взгляд, какой оптимальный способ защиты оборота? Понятно, что здесь надо соблюдать балансы, интересы собственника, наверное, должны превалировать, но вот тем не менее, что положит конец этим спорам, этим бесконечным проблемам, которые возникают в практике? Не положит, не положит, к сожалению, не положит. Вот настоящая революция, настоящий вот прорыв, это изобретение мгновенной давности, да, когда мы ограничение в индикации объявляем способом приобретения. Когда мы 302-ю начинаем читать как материально-правовую норму и говорить, что возмездный добросовестный покупатель, вступив во владение, становится собственником, то мы, собственно, вопрос вообще уже и снимаем. Вот мы говорим, это нам важнее, чем все остальное, да. Нам не нужна 35-я статья, 55-я часть вторая и так далее. Нам не нужна конституция, нам вообще не нужна собственность, нам нужна позиция в обороте. Вот это вот владение возмездного приобретателя. Мы его хотим поддерживать и защищать. Не знаю почему, скажем. Чем лучше оборачиваться, тем выше цена денег, например, выше надежность вот таких возмездных приобретений. Какая-то там философия за этим должна стоять. Может экономика какая-то за этим стоит. Но это уже решение. И когда решение такое, для давности никакого места вообще нет больше. Все. Все. И уж точно нет для давности такого места, как приобретение ничейных вещей. Или там заброшенных вещей, от которых собственник отказался. Точно, да. То есть 225-ю, там это упоминание 234-й надо выбросить и забыть. То есть оно там по аналогии. Оно там просто случайное. Есть какие-то странные попытки это дело объяснить. Скажем, вот в последнем издании учебника Суханова это объясняется так, что там уже сидят какие-то фактические владельцы. Кто они такие, я не знаю. И поэтому суд не дает муниципалитету поставить себе на баланс этот участок. И вот тогда эти фактические владельцы превращаются в почему-то собственников по давности. Я не знаю, давность-то зачем, только непонятно. Наверное, чтобы они таким образом подтвердили свой интерес к этим земельным участкам. Наверное, так. Но тогда это совершенно другая философия и другая просто политика, почему-то использующая еще и 234-ю. Вот давайте об этой давности не будем вообще говорить и упоминать. Значит, 234-я написана для приобретения по сделке, это очевидно, из слов как своим собственным. Потому что это не что иное, как титул про СУО. Это титул, который получает вовсе не находчик и вовсе не захватчик, общедоступный для сбора вещей, а тот титул, который возникает у всякого, кто получает на основании нацеленный на перенос права собственности. То есть, еще раз, это тот же самый покупатель. Но это могут быть и другие. Тот, кто по обязательству дать 398-я получает. Тот, кто получает в исполнении судебного решения. Тот, кто получает в результате взноса в уставный капитал. Есть такие вот вещи, возможно. Да, там давность трудно вообще прорисовать во многих этих составах. Но это вот все те обязательства дать, какие только можно помыслить. Вот во всех этих случаях мы будем иметь титул как своим собственным. Титул как своим собственным означает, что была сделка. Была сделка, вещь получена по сделке. И давность санирует какие-то недостатки этой сделки. Вот для этого вообще она и нужна. Собственно и все. Она вовсе не для того, чтобы конкурировать с исковой давностью. Она вовсе не для того, чтобы захватчик удостоверил давностью, продолжительностью воздействия на вещь, свой к ней интерес. Она совсем не про это. Вот такое дело. И тут действительно встанет вопрос. А нужны ли в 21 веке такие сроки? А почему не сделать срок 5 месяцев и 15 месяцев, например, для недвижимости? Очень удобно. Вот слово лет на месяцев поменять и пожить вот так немножко. Кстати, очень быстро увидим. Может быть, это намного легче окажется. И сразу вообще тоже вопросы сняли. А потом учебники перепишем под это дело. И все. И сразу у нас теория хорошая появится. Потому что пока никто ничего объяснить не может. А в жизни мы такого и в глаза никогда не видели. Чтобы кто-то говорил, я уже 5 лет здесь на эту картину смотрю, а я ее украл, между прочим. То есть, ну не я, но вор просто забыл у меня дома ее. На самом деле умер собственник, а я к нему никакого отношения не имею. В состав наследников не входил. А картинка у меня так и осталась висеть. Вот она у меня висит, висит. Но знаете, она уже больше 5 лет висит. Поэтому она моя. Никто так никогда не скажет. Любой нормальный человек скажет, да мне собственник ее подарил еще при жизни своей. Просто вы этого не слышали. Вот что он скажет. Нет дурака, который начнет рассказывать, что он 5 лет пользовался ворованной вещью. Ну вот и все. Вот собственно и все. Дмитрий Вадимович, спасибо. Ну последний вопрос, я так понимаю. И мы пойдем дальше, чтобы все-таки оставаться в неком плане. Вы знаете, это не вопрос, это скорее некая ремарка. Дело в том, что то, о чем сейчас говорит Дмитрий Вадимович, в принципе, это можно попробовать почерпнуть, имеется в виду мгновенное приобретение. Из буквального прочтения как раз абзаца 2-го, 223-й. Ну то есть, если ты проиграл иск в вендикации, тогда ты становишься собственником. Как там написано? Там написано лучше. Я имею в виду, что если заявлен и иск, и иск проигран, в этом случае можно говорить о приобретении права собственности. Там еще сильнее. Там вообще не это требуется. Если ты в состав сам попал, то момент регистрации, это момент приобретения права собственности. Вот что там сказано. И иск проигрывается, потому что он собственник. В том-то и хит, в чем прелесть 223-й. Иск проигрывается, потому что собственник уже другой, добросовестный приобретатель уже собственник. Вот кстати, в ходе реформы ГК в одной из итераций, они хотели вот так написать, что добросовестный приобретатель приобретает, когда собственник проиграл иск. Хочется спросить, из какого черта он этот иск проиграл? Он собственник. Вы ему почему отказываете? Как было написано? Абсолютно процессуальный взгляд на добросовестное приобретение. И вот как раз и с этим я бы хотел уточнить. То есть речь идет именно о том, что в данном случае речь не идет об инспирации иска, как способе мгновенной легитимации такого вот приобретателя. Это очень важный момент, потому что на самом деле, вы знаете, дело в том, что вот такое прочтение, о котором я сейчас говорю, оно очень активно бродило среди практиков, как раз когда вот это вот в 2004 году этот абзац появился. О чем говорили? Говорили как раз о том, что ну давайте мы будем просто инспирировать иски, добиваться принятия соответствующих решений и тем самым по сути обращать имущество в собственность того, кто его приобрел. Но здесь всегда вставал вопрос сразу же опять же активной легитимации, потому что, а ведь потенциально кто может быть исцом? Ведь это же не обязательно заявляется, это может быть заявлено и тем, кто значится в реестре в качестве собственника. Но мы знаем, что с учетом того, что наша система все-таки тяготеет не к позитивной регистрационной системе, а к негативной. То есть у нас, несмотря на включение записи в реестр, может быть, тем не менее, подвергнута эта запись сомнению с точки зрения того, что лицо должно было знать или могло знать о том, что на самом деле оно не является, отчуждатель не является собственником. В этом случае есть риски того, что по итогу, через инспирацию этих исков и через проблемы вот этой вот так называемой активной легитимации у нас будут инспирироваться иски, которые просто будут узаконивать этого приобретателя в качестве собственника через вот подобную, скажем так, инсинуацию. Хотелось бы как раз этого избежать. Я здесь полностью с вами согласен, я бы еще два пункта здесь отметил. Значит, вот это вот, когда собственник вправе истребует имущество из добросовестного владения, можно еще прочитать сугубо про социальные ключи именно с позиции исковой давности. Вот когда исковая давность истекла, он уже вроде как не вправе, понимаете? Еще и так можно 223-ю читать, абзац 2-й. Да, вот такое можно. Значит, что там на самом деле процессуального есть, это перераспределение времени доказаний, потому что речь идет именно уже об оспаривании собственностей. А вот здесь вот получится такая штука. И, конечно, нашему истцу придется очень серьезно постараться, потому что здесь он атакует собственника. Вот вообще что получается. Еще раз хочу поддержать то, что Михаил Александрович сказал. Мы просто... История включения в кодекс вот этого текста в конце 2004 года, то есть на самом деле, новогодний подарок к 2005 году, нас настроила на другое отношение к этому тексту. Мы все еще искали ответ на вопрос, а делает ли 302-я собственником? И там были те, кто абсолютно точно знали, что это так. Просто случайно в 1964 году не написали. Но все это прекрасно понимали. Учебники продолжали писать, что это так. А тут вот, в общем, прозевали. Как сказал Артемилович, мы прозевали. Ну, это очень интересно, конечно. Но в кодекс... Система кодекса была против такой трактовки. И вот мы, конечно, когда в 223-ю тогда были внесены дополнения, так ее и читали. И она с этой точки зрения была чудовищно коряво написана. Да, надо дождаться иска. А только тогда мы узнаем, что наш добросовестный предприниматель... Но написано там совсем другое. Понимаете? Вот сегодня это видно очень хорошо. Спокойно открываешь кодекс, начинаешь его сначала читать, видишь 223-ю, никаких вопросов не возникает. Там сказано именно, что до регистрации ты собственником не будешь. Вот что там сказано. Ну, как раз по регистрации ты собственником становишься. Но это можно оспаривать, если не выдержан состав. Ведь состав 302-й. А там на самом деле речь идет исключительно о том, что собственник вправе индицировать, когда вещь выбыла из его владения помимо воли. Вот это он тогда сможет предъявить тому, кто сидит в реестре и собственником является, а не просто считается. По 223-ю он уже является. И вот эта материально-правовая норма, она очень серьезная. Она на самом деле выстранена. Понимаете? Если 302-й неизвестно, что написано, то здесь очень известно, что написано. Здесь написано, что наш добросовестный приобретатель собственник в материальном плане. У нас... То есть на самом деле, что должно было делать 10-22, это по аналогии трактовать 302-ю. Не то, что по аналогии мы и для движимых вещей это узнаем. А мы узнаем совершенно другое. Мы узнаем для всех вещей то, что наш добросовестный приобретатель не просто может возражать на виндикацию, а получает материальное право. Вот что мы вообще здесь по всей этой истории узнали. Вот так. Это спасибо за вопрос. Это разъяснение очень важно. И давайте все-таки, правда, хотя бы в чем-то мы сегодня согласимся, потому что это на самом деле так. Вот у нас добросовестный приобретатель, чего бы то ни было, он собственник. Но иногда можно поспорить. Ничего страшного бывает такое.